Привет, друзья! Подписчики мои, у нас сегодня будет что? У нас сегодня будет пушка-гонка, две комбинации Takara Tomy. Это, кстати, из последнего буглета Takara Tomy. Чтобы вас не задерживать, я сейчас сначала посражаюсь ими, а в конце покажу, из чего они сделаны. Но скажу сразу, что это две лучшие комбинации из тех шести, что было. И я вот решил сегодня их протестировать. Сначала против друг друга, а потом уже против кого-то еще. Но говорю, что диск стоит от Flame Fafnira, потому что диск и там, и там одинаковый. Кстати, раз топовая комбинация получается с этим диском, ребята, берите на заметку диск от Mirage Fafnira. Итак, поехали. Два крутейших бейблейда, ребята, сталкиваются на ринге. У меня улетел микрофон. Сейчас поправлю. Гоняет Валькирия очень быстро, дракон в центре ринга. Безумно мне интересно узнать, что же будет сейчас происходить. Кто же победит в этом непобедимом сражении? Кто окажется сильнее, а кто слабее? Но пока что дикий долгий бой. И Валькирия хоть и разгонялась, но слушай, темпос проявил себя сейчас гораздо круче. Пробуем план Б, тактику вот такой вот. Сразу врываемся Валькирии и снова, видишь, и снова она, я специально это сделал, ребят, снова она гоняет вокруг. То есть это тактика Валькирии. Мне лично все понятно. Темпос будет все время рвать. Но мы бой прерываем, потому что, смотрите, это невозможно. Сейчас я буду тестировать эту атакующую Валькирию против атакующих бейблейдов. Поехали. Первый соперник это, конечно же, Слэш Валькирия. Прямо уж интересно стало. Ай, ты посмотри, что творит. Посмотри. Теперь она стоит в центре ринга. Это почему? Так, пошла, пошла жара, пошла жаришка. У Слэш Валькирии нет шансов, ребята. Все, конец для Валькирии. На два щелчка разобралась. Давайте проведем еще один баттл и узнаем, кто же из них сильнее, круче, быстрее, выше. Ну и все в этом духе. Так, загоняла, загоняла Валькирия. Нападает она хорошо. Бьет свою соперницу. Опа, побеждает все-таки Брейв. Отлично, следующий, следующий, друзья, мой раунд. Какой у нас правильно? Ла-ла-ла-ла-ла, мастер Диаболос. Два шустрейших Бейблэйда в мире. Вау! Что творится, ребятки? Что творится на ваших экранах? Вау! Сокрушительная победа, дамы и господа, для мастера Диаболоса. Окей, эта Валькирия неостановима. Но у нас есть Ахиллес. Об этом Валькирия подзабыла. Бейблэйда! Баберс! Довольно сильный, мощный запуск. Гоняет снова Валькирия и выскакивает за пределы ринга. Возвращаем ее костылями. И она нападает на Юниона Ахиллес. Нападает и наносит ему сокрушительные удары. И проигрывает у нас Юнион Ахиллес. Отличный бой. Следующий раунд у нас Империал, который Темпест Дрэгон. Против Биг Бэнк и Енезис. Вот этот бой все вы ждали долго. Я понимаю вас. Поели, блин, пирожков. Сейчас, 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 сейчас я соберусь. Подожди. Вернее, я соберу валочки. Поехали! Вот теперь все по-честному. Вот теперь все по-кардкору. К сожалению, Биг Бэнк и Енезис вылетают с ринга. Но такое бывает. Это не конец света. У нас разбирается дракон. И мы будем делать перезапуск. Вот так мы это делаем. Перезапуск. Нападает Биг Бэнк, Енезис, на Темпеста Дрэгона. Наносит ему атаки. Очень разрушительного плана атаки. Нападает на Енезиса. Енезис только и делает, что обороняется. И проигрывает Енезис. Слушай, действительно, мощные валочки. Протестировать, к сожалению, с пятым сезоном я не могу. Потому что остались, ну, камон, одни слабаки. Единственное, я могу сейчас Рейч Лангинуса запилить. Но это будет батл против Валькири. Слушай, ну, два мощных Волчка. А ну-ка мы запустим Темпеста против Империала. Реально, два серьезных, сильных конкурента. Очень интересные Волчки у нас сегодня. Это одни из лучших сборок Токарасовин. Ребятки мои, если Валькирия больше на атаку, то здесь Темпест сверхний слой с Хайперионом на выносливость. И это просто разрывает все шаблоны. Надеюсь, вам этот ролик нравится, ребятки. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Так. Сейчас сразим. Сейчас сразим Валькирию против Рейджа. О, да, смотри. Побеждает Империала вообще как не знаю кого. Следующий раунд. Как я, своих хейтеров. Бэйблейдор! Рейдор! Вот так вот. Сразу забегали. Сразу Рейдж нападает на Валькири. Наносит ей урон. Вау! Выбивание с ринга для этого прекрасного Бэйблейда. Хорошо. Следующий раунд. Нас раунд продолжаются. Незаканчиваются. Вау! Вау! Вы это видели? Не, вы это видели сейчас? Я офигел. Я аж подавился слюной, ребятки. Это вообще классно. Бэй, Блэй, Бёрст! Оу, бдыщ, бдыщ, пара-па-па-пау! Рэйч Лангинус нападает на Валькирию и... Вау, у нас ничья, у нас ничья, и это супер-супер-супер круто. Так, что ж, ребятки, давайте теперь еще посражаем Темпест. Посражаем еще Темпест. Знаешь, с кем? Хочу выносливо. О, хочу Визард Фафнира и даже, кстати, диск от Миража. Кстати, друзья, смотрите, какая интересная фишка. Если вы берете верхушку Токаротоми и драйвер Токаротоми, а диск у вас от Флейма, то все равно получается шустрый, классный и крутой Бэйблэйд. Думаю, решайте сами. А, подожди, это у Валькирии от Флеймовского. Ну, вы поняли, смысл, короче, поэтому... И тот, и тот очень сильные комбинации. Вау, Спаркинг левосторонний. Залетел, залетел Темпест. Теперь у них батл с Визард Фафниром. Сражаются, ребятки. Ох, это интересно. Ребята, если у вас есть интересные комбинации, правда интересные, типа этих, пишите о них в комментариях. А вот. Потому что приятно почитать, но когда это действительно что-то крутое и интересное. Итак, у нас... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Фафнир побеждает, между прочим, Темпест. Слушай, ребятки, ну две сборки крутые. Сейчас посмотрим их поближе. Друзья, вот такие у нас сборки. Итак, смотрите, у нас получается, вообще получается Brave Люцифер, потрясающий, верхушка от Brave, диск от Люцифера, драйвер от Фафнира и вот такой вот драйвер Морбиус. Очень крутая сборка от Акуши, Токаратоми, огромное спасибо, низкий поклон. И Tempest Hyperion, ребята, и верхушка Hyperion, чип Аватар от Super Hyperion, соответственно, диск от Фафнира. Вот, напоминаю вам еще раз, ребята, если будете делать интересную комбинацию, диск от Фафнира просто лайкосик. И вот такой драйвер Револв от Роктавора. Вообще, по идее, я уже рассказывал, на это все уходит очень много деталей. То есть, я вам сейчас покажу, сколько у нас волчков потребовалось, чтобы сделать эти комбинации. И вопросы у меня всегда открыты, нужны ли эти комбинации. Посмотри, сколько теперь просто деталей у меня лежит на столе. Так, что-то у меня со штативом. Понимаете, да? Очень много всего нам потребовалось, чтобы сделать какие-то две комбинации. Сейчас я буду все потихонечку назад возвращать. Ребятки, как вам комбы, то есть, Токаратоми норм сделала? Или могли бы сделать лучше? Вот как вы думаете? Кстати, у Люцифера очень такой плотный, защёлки, фиг его даже откручат, на самом деле. Вот, я считаю, что вот эти две конкретные сборки из тех шести получились, ну, очень хорошими. Ну, я не могу сказать за всю историю, но вот за последнее время, да, действительно, это очень прям приятные, классные сборки. Но вот жалко, что фафниры, видишь, диск используется и там, и там могли бы. Может, у вас есть какая-то идея без диска, как можно использовать, да? То есть, может быть, вы знаете какой-то секрет, чтобы можно было такую же сделать крутую сборку вот с... Ну, неважно с кем, с Валькирией или с Темпостом, чтобы можно было это реализовать без диска от фафнира. Потому что, блин, ну, два фафнира купить не каждый может, я не могу себе купить двух фафниров, понимаете, да? А особенно покупать их ради того, чтобы сделать какую-то сборку, поиграть и завтра сделать другую, и это, наверное, глуповато. Поэтому две сборки обязательно нужны, нужны и важны. Поэтому, если у кого-то есть какая-то идея о том, как можно, куда сделать сборку, пожалуйста, об этом в комментариях напишите. Вот. Друзья, огромное спасибо, что вы были сегодня здесь со мной. Я просто, видишь, трачу время ролика, чтобы потом не тратить время ролика после. Ха! На сборку... Смотри, кстати, смотри, вот супер хайперин, видишь, уже белый пластик пошел. Но он не сломается, все равно пластик офиген, Такаратоми это лучшие волчки на планете, земля, объективно. Нет, Хазбро тоже хороший, но у Хазбро, конечно... Хазбро хорошо с Хазбро. Вот. Такаратоми... Хазбро, друзья мои, турниры вы никогда не выиграете, это 100%. Вот такие у нас сегодня, ребятки. Получается, шесть волчков у нас ушло на две сборки, и гора была деталей. Причем еще фафнир у меня китайский где-то лежит, и надо будет его собрать сейчас тоже. Вот. Ребятки, вот такое у нас было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, с вами будет шлищий гамош. Огромное спасибо всем, что вы сегодня были здесь со мной. Всех безумно люблю, всем удачи, всем пока-пока.